Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Небольшой апдейт по рынку, ребята. Ну, во-первых, вся эта шумиха с Ledger, если вы не в курсе, они там запускают обновление, в котором появляется якобы бэкдор по утечке сидфразы. Как отреагировал рынок на эту новость? Он немного упал и отскочил, то есть в принципе не отреагировал никак. И что мы видим дальше? Все продолжает консолидироваться по тренду, то есть наверх. Поэтому я лично продолжаю накапливать позиции. Вот у меня расставлена плавная разгрузка на байбите. Я продолжаю держать лонг позиции. По TRDR у нас здесь были сильные покупки в том числе. И просто если мы отдаляемся и понимаем, что ага, вот мы тестируем трендовую некую, экспоненциальную такую, да, скажем, вот у нас был здесь тест, вот у нас очередной тест, и почему бы не пойти нам дальше наверх? Это дисклеймер, не финансовый совет, это просто то, что делаю я сам. И с вами делюсь, ребята, как всегда в открытую на нашем канале, поэтому ставьте лайк обязательно, если вы цените криптоконтент. И проверьте подписочку на канал и к нам в телеграм также, что очень важно, чтобы не пропускать следующие видео. У нас все еще относительно невысокий, я бы даже сказал, низкий риск по всем метрикам. То есть у нас недооценка примерно в 2 икса до средних значений. И самое главное, что у нас сейчас вырисовывается просто идеальный фрактал из прошлого, ребята. Если вы, конечно, верите в отработке фракталов, то у нас сейчас с вами, посмотрите, что было вот здесь, в 2019, если вы помните, мы дошли до дна, отбились от него и пошли наверх. Как это было? Посмотрите, у нас была первая волна роста, вторая волна роста и третья волна роста. Сейчас, похоже, что мы вот здесь, в этом фрактале. Посмотрите, что здесь происходит у нас. Снова первая волна роста, отбились от поддержки. Следующая волна роста, дошли до поддержки. И, собственно, финальный шорт-сквиз, где хорошенько уже всем дадут заработать тем, кто додержал позиции. Поэтому я думаю, что будет примерно вот такой сценарий, хотя может быть, конечно, все что угодно. И потом мы увидим какую-то более затяжную консолидацию или коррекцию уже в халвинг направленную, скажем, с последующим ростом. Поэтому я продолжаю держать свои лонги на Байбите, Биткоин, Аудио, Битдау, Дэш, Эфир Классик, Эфир, Лайткоин, друзья. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Напишите в комментариях, как делаете вы, лонгуете ли вы крипторынок или шортите его. И о каких монетах стоит поговорить в следующих выпусках. А пока у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok